На камень, яко на легкий корабль, вошел Еси. В городе Почеп почтили память преподобного Антония Римлянина, приплывшего в Великий Новгород на камне по реке Волхов в 1106 году и основавшего там монастырь, который считается одним из древнейших в России. Богослужение по случаю праздника возглавил епископ Клинцовский Трубчевский Владимир. Антониевский храм, расположенный на окраине города Почеп, в обиходе называют кладбищенским. Исторический каменный храм был построен на месте сгоревшей деревянной церкви стараниями помещицы Татьяны Брешковой в начале 18 века. В 1960 году храм закрыли, а здание стало заброшенным. Восстановление Дома Божия началось в 1999 году. Каменная церковь с отдельной колокольней, скромность декора, обновленная роспись по колоннам 16 века. На сегодняшний день при своих незначительных размерах храм, относящийся к памятникам культуры, впечатляет своей торжественностью. Неудивительно, что сюда приходят множество людей, чтобы почтить небесного покровителя прихода. Вы заботитесь о храме, созидаете его в таком большом порядке, в красоте. А самое главное, отец Павел, вы созидаете приход своей любовью к прихожанам. И они отвечают вам взаимностью. И это очень отрадно и самое главное. Я желаю всем вам, дорогие мои, молитвы преподобных Антония, римлянного, доброго, здравия, телесного и духовного. Преподобный Антоний родился в Риме в 1067 году у богатых родителей и был воспитан в православии. Став сиротой в 17 лет, он принял пострижение и прожил 20 лет в скиту. Из-за гонения со стороны латинян братья была вынуждена разойтись. Антоний скитался, пока не нашел на берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве. Страшная буря сорвала камень и понесла святого в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился недалеко от Новгорода, на берегу реки Волхов. На этом месте преподобный основал монастырь.